Это самые крутые гимнастки нашей страны. Если этот выпуск будет смотреть Ирина Санна, советую закрыть глаза вам. Друзья, я на Скалодроме Спортстейшн, но вы не переживайте, выпуск не со мной и даже не с ним. Всем привет, мы в Москве, но выпуск сегодня все равно не со мной и не с ним. Ура, не с нами, девчонки, давайте, где вы, девчонки, с девчонками выпуск. Ну и все, погнали. Итак, всем привет, друзья. Сегодня мы в Спортстейшне и будем снимать очень прикольную тренировку с мега-крутыми девчонками. Ариной и Диной Аверинами. Кто не знает, кто это? Блин, да все знают. Это самые крутые гимнастки нашей страны. И мы посмотрим вообще, что они могут, что они думают о скалолазании. И мне кажется, будет очень интересно. Давайте знакомиться с девчонками. И с нами сегодня Лера Дерябина. Привет. Арина Аверина. Привет. И Дина. Привет. Девчонки, сразу к вам вопрос. Какая у вас ассоциация, когда вам говорят, сейчас пойдем скалолазанием заниматься? Ну, мы в детстве тоже мечтали все время куда-нибудь залезть. Но нас мама даже всегда растаскивала откуда-то. Ну, мы в детстве мечтали пойти на скалолазание, попробовать хотя бы что это. И вот, наконец-то сбудется. Потому что, когда профессиональным спортом занимаешься, то нам запрещено на коньках кататься, на лыжах лазить. Потому что это опасно и травму можно заработать. Ну, а сейчас уже можно, и поэтому решили попробовать. Какая у вас ассоциация первая, когда вы слышите про скалолазание? На скорость, когда лазают люди. Заметила сразу, что Арина боится высоты. Высоты, темноты и замкнутого пространства. Но тут только высота. Просто главное вниз не смотреть. Поскольку я знаю, Лера, ты у нас занималась гимнастикой. Да, бывшая гимнастка. Как долго? Семь лет. Сколько длится карьера у гимнасток? У всех по-разному. В зависимости от травм мы уже в спорте 20 лет. Нам 24. То есть сейчас вы такие пенсионерки вашего спорта, грубо говоря? Да, уже прям старые. Это все знакомо, да? Так, я вся молодая прекрасно. Ну, 30 плюс чуть-чуть. 30 все только начинается. У меня все только началось, да. Поэтому ничего не знаю. Мы еще в топе, и мне кажется, что заканчивается, когда все получается. Правильно, Вадик? Старый. Правильно. Ну, про размин пускаллазов, мне кажется, все знают. И много тоже роликов есть, и всяких обучалок. Вот мне лично интересно размяться именно так, как вы это делаете. У вас есть какие-нибудь специфичные, необычные упражнения? Или вы... Не, мне кажется, мы разминаемся почти, как все спортсмены. Это там стопы, кисти, пахи, спина. Ну, мне кажется, самое необычное, это когда ногу на стул и... И тянемся, да. И тянешься. Так, ну все, погнали разминаться. Субтитры сделал DimaTorzok Сколько у вас длится тренировка? Ну, одна четыре часа, ну и вторая четыре. Иногда зависит перед соревнованиями от задания. Пока не сделаешь, ну, не уйдешь из зала. У нас вот на скалодроме трассы разделяются по цветам. То есть, все зацепки по цветам и каждая трасса, еще отмечены старты тоже там с полосочками цветными. Мечается двумя полосочками, вот получается одна нога, ой, рука, вторая рука, и вот так стартует. И у вас все зацепки зеленого цвета, все ваши. Финиш, получается, последняя зеленая зацепка. Да, выброса от руками. Ой, а как дальше? Давай, давай, двумя ручками все. Сюда, направо. Оть, 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 стою. Давай, 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 давай. Все, считается? Вот и пролезла. Ура! 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 Мне кажется, была крутая техника сейчас на самом деле. Нет, можно попробовать вот такую трассу. Молодец. Носочек, носочек вот здесь. Носочек. Нож, на эту ножку встать. На эту ножку встать? Да, прямо уйти на нее. Вот бедро перенести. Это как это так? Вы хотите, чтобы я встала? И вот теперь сюда ножку надо поставить. Я не смогу. Ой, как страшно. Спрыгивай. Молодец. Слушай, у тебя хорошо получилось на самом деле. Это непростой элемент. Это меня Ариша чуть-чуть потолкнула. Начинаешь с левой. Здесь рука правая и тут упор левой. Если этот выпуск будет смотреть Ирина Санна, советую закрыть глаза вам. На самом деле, у вас очень круто получалось сделать это движение. Здесь уже разворачиваемся лицом к стене и финишем будет вот эта долька. Все, финиш. Ура! Ну, это попроще, чем вот так. Сложно было здесь? Нет, здесь легко. Самое сложное на серых. Мне кажется, отпустить руки и вообще ни за что не держаться, а только не упрогать ноги. Я предлагаю пойти попробовать полазать с веревкой. Это как раз мечта Арины, да? Да. Которая боится высоты. Это страховочная система. Она одевается как шорты. Обычные вот две ножки. А это пояс. И на пояс. За две штучки тянешь. Если вот, допустим, он сейчас не щелкнет и случайно там упадет, то он повисит на последний щелкнет и оттяжки. Ну, мне кажется, у меня уже весь адреналин там был. Уверена? Нет. Поэтому, мне кажется, ну, все равно, когда я начинаю что-то новое, у меня сначала эмоции захлестывают, а потом уже как-то поспокойно. Поэтому я очень надеюсь, что мне тут будет не так страшно, потому что у меня есть страховка. Ну, я предлагаю пойти на автостраховку. Да. Чтобы был полный драйв. Просто резко отпускай руки, не бойся. Давай-давай. Давай-давай. Давай, получишь. Раз, два, три. Вообще круто. Ой, нет. Страшно отпускаться. Давай-давай-давай-давай. Все, есть. О-о-о-о. Вот, хорошо. Иди как там так, можно просто... Слушай, ты молодец вообще. Круто. И, короче, ну, сначала это вообще круто, а потом все меньше-меньше. Я там коготочками цеплялась, а потом, ну, как бы такая поддержка была, что я со своим дурацким характером не смогла опуститься вниз, и вот полезла в самый верх. Понравилось? Да, очень. Лучше, больше понравилось, чем там? Тут больше. А, ну, конечно. Мне кажется, самое страшное, это оттолкнуться и спрыгнуть, да? Ну, знаешь, что у меня такое, что высоты... Высоко, да? Нет, как будто бы я 10 лет не выступала и вышла выступать, и меня трясет. Хотя меня так никогда не трясло на соревнованиях. Как-то так. Попробуй сейчас тоже пару шажочков сделать и опуститься, чтобы ты почувствовала. Да, все-таки правильно, что надо сначала пробовать спрыгивать. Все нормально, старайся, да, по стеночке как резко сядь. Оп! И все, да. Да, я представляю, как я оттуда буду полететь. Ну, все, давай. Ну, чем выше, тем страшнее. А, нет, это я это. Про себя. Я всегда говорю нужные слова, Ариш. Ариш. Я не знаю, что это. Это что-то, что-то на славе. О-о-о-о! О-о-о! Двумя ручками, двумя, обязательно. Страшно отпускать руки, когда ты видишь, что там, ну как бы ты понимаешь, тут мат, но все равно очень страшно. Пойдемте попробуем что-нибудь еще. Смотрите, это у нас специальное устройство, Гри Гри называется, сейчас мы организуем страховку. Давайте, кто-то будет лезть, кто-то страховать. Здесь смотри, сейчас какой момент, левой рукой перехватываемся, правой подходим ближе и левой обратно. Ну я боюсь, как бы она меня держала. Видишь, в чем рука, она допустим срывается, у тебя веревка бац и блокируется. А я туда учаю, поэтому. Да, поэтому, если она срывается, тебе прямо вот так держать не надо, то есть она тебе поможет. Ну я полезу и вот прям сверху буду спрыгивать, Ареша. Да, да, да. Страховка готова. Страховка готова, была бы я готова. Страховка готова. Быстро готова. Но обычно теперь еще чуть-чуть лезть, было чуть полегче и сложнее, потому что уже мышцы забиваются, но полегче, потому что я уже знала, что и как, и там есть, где цепляться. Ну ты уже как в своей тарелке. Как было страшнее, с Аришей или с автоматической страховкой? Все автоматически. Правый поближе, левый образ. Музыка. 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 Сейчас мне так было страшно. Как первый раз. Сейчас, кстати, можно уже немагнизиться. Мне кажется, мы вот надо переманивать девчонок с гололазами. Смотри, динары есть, нужна еще Дина и Арина, понимаешь? Да, чтобы было складно. К столешке я не стал, да, какой классный будет. Когда я была маленькая, я хотела всегда лазить, но я не думала, что... Ну, вы видите, это все легко, понятное дело, как везде. Я не думала, что это так сложно и страшно. А так мне очень понравилось, и мне кажется, что я буду в свободное время проходить и лазить. На самом деле это очень сложно, вот прям мега сложно. Если у тебя не накачаны руки и ноги, ну, то ты будешь висеть. Ну да, если ты не спортсмен, вообще хотя бы, ну, просто обычный человек, то ему правда будет очень сложно. Если он хотя бы не будет физически, хотя бы немного минимально готов, потому что, ну, очень должны быть сильные руки, ноги. Ну, и главное, не бояться высоты. Понравилось? Да. Ну, не обязательно быть прям качком-качком, но все равно, я говорю, обычный человек, ну, с улицы, если придет, но он не залезет. Нет, он может залезть, но будет сложно. Ну, ему будет очень сложно, но он должен хотя бы неделю походить в тренажерный зал, хотя бы подкачаться, как-то привести свое тело в тонус, а потом уже лезть наверх. Итак, ребята, мы закончили нашу мега крутую тренировку с мега классными и сильными девчонками. И я хочу сказать, что если я не приду в скалолазание, может быть, опасно. Ну, мы пока подождем. Мы сейчас гимнастикой занимаемся, потом передохнем, потом подумаем. Если без шуток, то художественная гимнастика, ну, скорее всего, дала какую-то такую технику, гибкость, что на стене вы выглядите очень хорошо. Если я считаю, что это первый раз, на самом деле, да, ваше скалолазание, и вы не выглядите как новички. То есть я считаю, что вам стоит продолжать дальше заниматься реально скалолазами, если вам действительно это будет интересно, и я думаю, что будет хороший результат. Спасибо вам вообще большое, что пришли. И для меня лично это большая честь вообще стоять такими именитыми, крутыми спортсменками и еще что-то там рассказывать, что как делать, поэтому спасибо вам большое. Спасибо за приглашение. Вы своим примером показали, что гимнастки тоже могут. Залезли классные трассы, у вас очень быстрая обратная связь и реакция. Вы не путаете стороны, вы берете те зацепки, которые нужно брать. А это большая редкость в скалолазании, поэтому вы большие молодцы. Не, на самом деле, да, спасибо вам большое, нам очень понравилось, но это очень сложный вид спорта, прям вот. Пока не попробуешь и не поймешь. Да. Ставьте лайки, сердечки и подписывайтесь на канал. Ребята, спасибо, что смотрите наше видео, и для нас ваша обратная связь очень важна, и не забывайте подписываться на канал Федерации скалолазной России, ставить лайки, сердечки и всякое такое. Пока! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!